Друзья, добрый день, меня зовут Екатерина Лим, я психолог, рада приветствовать вас снова. Подробности обо мне вы можете почитать в описании к этому видео внизу, там есть ссылка на мой сайт, где указаны расценки стоимости моего приема, места моего приема. И может быть для кого-то это печально, но скоро я буду повышать стоимость. Это не коснется тех клиентов, с которыми я работаю, однако все-таки считаю нужным об этом проговорить. Поэтому, кто не успел, записывайтесь. Значит, сегодня мы с вами продолжаем говорить про созависимые отношения. Сегодня будет блок про принятие решения. В прошлом видео мы с вами говорили про ответственность. И сейчас мы перешли к такому тяжелому, непростому блоку, который про принятие решения. Я называю эту стадию принятия решения или почему остановилась терапия, или почему нет результатов терапии, почему клиент застрял на месте. Когда мы сталкиваемся с какими-то сложностями в своей жизни, непосредственно в отношениях, мы понимаем, что ситуация, в которой мы находимся, требует от нас каких-то изменений. Для того, чтобы в нашей обыденной жизни произошли какие-то изменения, для этого нужно принимать какие-то решения. Потому что без принятия решений изменений в нашей жизни произойти просто не может. И самое, что интересное здесь происходит с зависимым человеком, с человеком, которому непросто принять ответственность на себя за свою жизнь, но который, допустим, будем с вами предполагать, что уже прошел это решение и понял, что он автор своей жизни, подошел к... он находится в терапии, этот человек. То есть мы моделируем с вами следующую ситуацию, что человек работает с психологом, и я вам буду рассказывать про те стадии работы, которые проходят между мной и клиентом. И вот с чем я чаще всего сталкиваюсь, если это история про созависимые отношения. С таким фактом, что созависимый, он горит желанием что-либо изменить в своей жизни, но одновременно с этим невероятно избегает принятие решения о том, чтобы что-то изменить. И это параллельные такие процессы, которые в нем происходят. И очень часто, наблюдая такую картину, девушка сидит, говорит о том, как ей надоело так жить, как она устала от таких отношений, как ее не устраивает, что происходит у нее с партнером. И когда мы говорим, давай посмотрим, что привело тебя сюда, и что ты готова изменить в своей жизни, как по-другому ты готова делать теперь, то одновременно с этим она говорит, а я не могу ничего поделать, а я не могу ничего изменить, я понимаю, что это неправильно, я понимаю, что я допустила такое развитие событий в своей жизни, но я совершенно не готова расстаться, я совершенно не готова говорить какие-то другие слова, Я не готова применять какую-то стратегию. И вот это очень частая, к сожалению, картина, которую мы видим, очень часто так же происходит, когда мне говорят, Катя, я так хочу измениться, я так хочу стать другой, я так хочу, чтобы я стала такой самостоятельной, независимой, сильной женщиной. Но при этом зависимый человек, он боится даже совершить какие-то маленькие поступки к направлению собственной независимости. Какие-то элементарные шаги, которые никаким образом не изменят кардинально его жизнь. То есть там нету какого-то такого кардинального, знаете, смены ритма жизни, смены направления жизни. Но даже маленькие шаги даются с трудом. Это вот как раз про принятие решения. Человек должен созреть к тому, чтобы захотеть в этой жизни что-то изменить. И изменения не произойдут, если вы внутри себя не решите. Да, я хочу что-то сделать. И то, что я хочу сделать, должно каким-то образом быть сформулировано. Что здесь еще важно сказать? Есть другой полюс у этой стадии, когда человек настолько быстро, импульсивно принимает какие-то решения по поводу своих отношений, быстро говорит какие-то слова своему партнеру, быстро хочет что-то изменить. Как правило, это свойственно, не обдуманно, конечно же, импульсно, так знаете, на адреналине. Как правило, это свойственно людям, которые привыкли в своих отношениях брать контроль за то, что происходит в этих отношениях. Им совершенно непереносимо такое чувство тревоги за свои отношения. Им совершенно непереносимо чувство неопределенности, куда катятся их отношения, что они рубят, заканчивают, ставят крест на обидах на каких-то насильных. И к чему это приводит? Ну, это приводит к тому, что когда адреналин уходит, обида проходит, то память начинает очень избирательно работать. И агрессию, которую мы прожили, отреагировали, растворяется, так как любые эмоции им свойственно растворяться, терять вес. И остается что-то хорошее, что-то позитивное, что возвращает человека в эти отношения и говорит ему. И он начинает жалеть о тех решениях, которые были приняты. Поэтому в данном вопросе, в вопросе отношений и принятия решений, очень важно понимать, что мы не совершаем необдуманных быстрых поступков. И мы также не стоим на месте, мы все-таки какие-то решения по отношению к своей жизни начинаем принимать. Также не просто принимаем эти решения, а прописываем некое целеполагание, где мы для себя обрисовываем цель. Какую цель в итоге мы хотим достичь и для чего мы принимаем эти решения. Это очень важно. А сейчас хочу вас познакомить с следующим моментом. Я как терапевт в первую очередь заинтересована в том, чтобы клиенты, которые обращались к психологу, понимали, что в этом процессе очень многое зависит от них самих. Пойти к психологу это очень важное дело и тоже важное принятие решения. Но надо понимать, как вы его приняли. Это моя собака Луиска. Как вы его приняли, что вы ждете от терапии. И сейчас я вам расскажу о четырех факторах, влияющих на успех вашей терапии. Итак, буду писать. Простите, зажимайте ушки. Итак, напишу по-короткому успех в терапии. Скажем так, в терапии отношений. Итак, первый фактор звучит следующим образом. Степень разделения ответственности за разрешение проблемы клиента. То есть клиент должен разделять и понимать, в чем его ответственность, в чем лежит на нем ответственность, чтобы его проблема все-таки разрешилась. Если он ее сгружает в приеме полностью на терапевта, то, скорее всего, дела не будет. Ну и не скорее всего, а это я так мягко выражаюсь. Давайте запишем. Степень разделения ответственности за разрешение проблемы. Вот совершенно недавно я столкнулась с таким случаем, когда мой клиент напрямую свое самочувствие, свои изменения в жизни связывал только со мной. С моими словами и с тем, как прошла у нас сессия. И я услышала такую фразу, что я счастлив, потому что вы, Катя, то-то, то-то, то-то сделали. Затем я несчастлив, потому что на последней сессии в вами было что-то такое для меня сказанное, что от этого мне только хуже. Что мы здесь имеем? Мы здесь имеем, когда человек совершенно искусственным образом берет, вытаскивает себя из этого совместного процесса, который происходит между двумя людьми, между мной и между клиентом, и видит только мою роль, видит только мое влияние на жизнь человека. Не учитывает тот факт, что это совместное что-то, и не может полностью, ну не то, что полностью, а в принципе другой человек очень условно и частично влияет на состояние человека. Может влиять временно, но не полностью, от и до. В этой истории также я услышала такой момент, что человек в принципе не учитывает события собственной жизни. Потому что на фоне каких-то негативных самочувствий этого клиента у него происходило много негативных событий, которые он абсолютно стирает, не включает их в причину собственного самочувствия. И поэтому не включает, и поэтому видит, что только терапевт управляет его жизнью, его настроением, его уровнем счастья. Да, конечно, это же про полное снятие, отсутствие разделения ответственности за решение проблем собственных. Второй пункт тоже очень важный, это степень готовности активно разрешать свою часть проблемы. Про что это, да? Давайте запишем. Я буду коротко писать. Это про степень активности, скажем так, про степень активности, ну да, разрешать свою проблему. Это про включенность, про то, насколько клиент включен в тот процесс жизни, который он проживает, ходя на терапию. Бывают такие случаи, когда человек ходит раз в неделю, этот час он включен, он о чем-то думает, он разговаривает, он делает какие-то выводы, что-то понимает, выходит из кабинета терапевта, и на этом все заканчивается. Он не обмысливает то, что было сказано, он не развивает эту мысль в какой-то степени, он не ищет дополнительной литературы, он не смотрит какие-то специальные видео, которые могли бы дать ему более широкое понимание его ситуации. Более того, он в принципе не активен, он в принципе занимает такую пассивную роль и считает, что куда-нибудь судьба его выведет. Это, конечно же, да, такое очень печальное состояние, которое может значительно снизить всю суть того, что происходит между клиентом и терапевтом. Ведь очень важно, чтобы человек использовал общение с терапевтом только для, ну, по большей части для того, чтобы получить некий импульс, некий заряд, некую концентрированную информацию для того, чтобы потом это в полномасштабном каком-то таком виде развернуть в своей жизни, применить это в своей жизни, попробовать эту информацию сделать частью своей жизни через какие-то активные действия, а не просто как, знаете, как вот говорится, вот мы пошли на какой-то семинар, там что-то послушали, нас что-то вдохновило, и мы, ой, вау, супер, вообще, я так воодушевлена, или меня так прет, меня так прет. В результате знания, полученные нами, остаются только на уровне знаний. А мудростью они становятся в том случае, если мы с вами поняли, как что-то можно изменить, поняли, как что-то можно сделать, и взяли и сделали так. Пускай может быть коряво, пускай не совсем с тем результатом, который нас ждал, но сделать, нужно обязательно что-то сделать. Третий момент. Степень глубины и жесткости причин, создавших условия для зависимых отношений. Степень глубины и жесткости причин, создавших созависимые отношения. Здесь, знаете, прислали смс, вчера буквально была, Катерина типа, ну вот если поможет терапия, то я буду к вам ходить. И как бы человек пытается заранее пристрелиться, стоит ли ему в принципе приезжать на прием, понять, насколько это будет результативно. Нормальное желание, как можно человека обвинить в том, что он хочет понять, не будет ли это зря потраченное время и деньги. Но нужно понимать, что результат вашей терапии, конечно же, в первую очередь зависит от того, какой уровень сложности вашего случая. 8 лет вы находитесь в созависимых отношениях, 2 года. Потому что далее, следующий момент, бывают социальный уровень зависимости, психологический уровень зависимости, физический уровень зависимости. Нужно смотреть, из чего состоит ваша зависимость в отношениях, и уже от этого толкаться и делать какие-то, собственно, прогнозы. Обычно я говорю, что там первые 3-4 сессии я изучаю случай, и после этого могу уже что-то сказать человеку, дать ему какое-то понимание, на что ему нужно готовиться, и каких результатов мы можем достигнуть. До сразу, заранее, по телефону, как факт, что вот я в созависимых отношениях. Нет, это, конечно же, дорогие мои, невозможно. Если кто-то идет на такое и говорит, что нам с вами столько-то сессий надо, я не знаю, может, это какие-то там гениальные психологи, и я просто не достигла такого уровня дзен. Но мне кажется, это нереально. Давайте дальше посмотрим. Уровень деструктивности партнера, с которым находится потенциальный мой клиент в созависимых отношениях. Это очень интересный пункт, очень важный, да? Уровень деструктивности партнера. Уровень деструктивности вашего партнера. Вот смотрите, бывает какой... Сразу возьму, там, высокий уровень деструктивности. Это когда человек находится в созависимых отношениях с патологическим партнером. Партнер, который демонстрирует явно расстройство личности. Что это за расстройство личности? Нарциссическое расстройство личности. Там, антисоциальное расстройство личности. Может быть, у него основная его магистраль продвижения по жизни – это использование психологической защиты, всемогущества и контроль. Нужно смотреть, насколько... Другой полюс варианта деструктивности – это когда человек с инфантильным расстройством личности, с таким ипохондрическим расстройством. Это когда человек постоянно болеет, он ищет у себя какие-то заболевания, он абсолютно уверен, что они есть. Его постоянно нужно спасать. За него нужно отвечать, следить, помогать, вызывать ему скорую помощь. Если это инфантильное, то это человек-ребенок, который удивительным образом демонстрирует такую детскость и такую какую-то несуразность, что его просто страшно оставить одним. Такой вариант. Поэтому, ребят, вот смотрим, от этих четырех пунктов, от того, насколько вы... Ну, вот эти вещи точно зависят от вас, от вашей роли. Вот эти вещи зависят от вашей истории. Третья – глубина и жесткость причин. И четвертая – зависит от того, какого партнера вы избрали себе в отношении.